Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим с вами Виндиктус. Игрушка, которая недоступна не только в России, а и в странах СНГ по причине блока IP из стран СНГ. Её сервера впервые появились в Америке. Игра собой представляет закрытую территорию, то есть в принципе мы можем свободно перемещаться только по небольшому городу, где можем брать квесты. А в основном это всё игра про данжи. Тут как вы видите присутствует 8 классов. Они совершенно уникальны. Давайте вот посмотрим. Например, это танк. Это у нас какой-то дамагер. Карак. Это у нас более-менее человек, но с двуруким мечом. Лун это у нас что-то вроде мага. А нет. Да, это что-то вроде бойца копьём. Велла. Понятно. Двойные мечи. И двойные мечи для мужика. Они резнятся, конечно, по стилю боя. Лучник Каи. И вот Иви. Иви Мак. У каждого из этих персонажей есть по два вида оружия. То есть вот, например, мужчина Лан, который орудует преимущественно двуручный по мечу в каждой руке, он может использовать по копью в каждой руке. Например, да, Велла вместо своих двух саблей может использовать цепи. Иви может использовать вместо обычного посоха, для того, чтобы создавать свои колдунства, может использовать боевую косу. То есть, в принципе, да, разница огромная во всех этих классах. Или вот, допустим, такие, как Карак, это просто монстр, вооруженный реально каким-то бревном, каким-то куском, я не знаю, скалы или какого-то сталагмита или сталактита. Просто крушит все, втаптывает всех, разламывает всех на ходу. И добивание у него соответствующее. Ладно, давайте выберем что-то, что-то, что-то... что-то такое... А нет, давайте лучше девочку. Игрушка появилась два года назад, но она не появится в России, ее не будет. И, соответственно, пускать игроков со стран СНГ она не будет. Я играю через программу прокси. Для того, чтобы запустить эту игрушку в прокси, нужно довольно много подсуетиться. Но это танцы с бубном, но оно того действительно стоит. Сейчас я вам попробую продемонстрировать. Нет, я сразу скипнул, потому что тут нас сейчас будут учить, как драться, как что делать, вот это вот все. Для того, чтобы научиться, вам, я думаю, это не нужно, потому что тут есть всего лишь правая и левая кнопка мыши и додж. А вот теперь мы, собственно, и создаем персонажа. Давайте что-то по-быстрому создадим. Господи, Исюси, какой виндиктус ты все-таки громкий. Простите, пожалуйста, что я не настроил звук, потому что все-таки играл сам для себя и не приходилось как-то на это упираться. Так, давайте выберем цвет кожи ей. Ну, как-то, как-то, как-то так. Кастомизация персонажей, в принципе, довольно-таки неплохая, то есть, ну, нормально, в принципе, чё. Но, к сожалению, в основном все прически, как вы видите, придется докупить. Ну, это такое. То есть, хотите, да, хотите, нет. В любом случае у вас там с третьего уровня или с десятого уровня будет шлемак. То есть, персонаж будет полностью зашит в какую-то броню. Поэтому вы можете вообще по этому поводу не париться. Так, давайте скин посмотрели. Давайте настроим ей тело. Повыше. по... харизматичнее, скажем так. Пускай будет худенькая. Руки можно и немножко побольше сделать, потому что все-таки она будет орудовать у нас двумя мечами, а помахать этими саблями не так уж и просто. Ну и плечи. Мускулатура почему-то не настраивается. А, нет, все, все нормально. Все настраивается, все хорошо. Вот, в принципе, и получилась такая вот у нас девочка. я не особо стал углубляться в настройки. Давайте посмотрим, какие костюмы она может таскать. Со шлемом, пожалуйста. Вроде ничего так очень даже забавно. Ух ты! Пицца прям! Прям убийца! Ну, это уже больше ПДСМчик пошел, ну да ладно. О, нормас! На самом деле, с капюшончиком такая невзрачная. Нормально. Теперь давайте выберем ей имя. Создали своего персонажа. Как вы видите, тут, в принципе, все миссии даются, и сюжет весь подается в диалогах. уточнять, переводить я ничего не собираюсь, но в принципе основная сюжетная завязка такова, что в принципе жили себе да и жили королевство людей, но вдруг потом на них начали нападать маги. Маги, не помню, как они их тут называют, но довольно сильные, которые объединяли каким-то особым проклятием всех зверей, которые нападали различных магических существ, крыс, кобальдов, и они вот эту всю нечисть отправляли на людей. В принципе, игра вся, как я уже говорил, проданжи, поэтому не ждите какого-то опенволда или чего-то другого. Но тут есть пвп, пвп, к сожалению, показано только в дуэльках, по-моему, или не в дуэльках, а даже в бгшках, там выступают команды 5 на 5, бьются один против другого. И все, другого пвп тут нету, ни пк, ничего, потому что нету опенволда. Но игрушка довольно интересна. Не обращайте пожалуйста внимания на подглючивание, потому что я все-таки играю на американском сервере через программу Proxy Fire и ничего особо странного в том, что она иногда лагает, нету. Вот это у нас в принципе основные квестодатели, ну по крайней мере до которых я успел дойти, да. Я не знаю в принципе что может этот персонаж, но все-таки сейчас в бою в первом данже мы ее и проверим. Ну что, давайте мне все сюда ваши квесты. Если кому интересно оставляйте пожалуйста комментарии, потому что все-таки подключиться через Proxy это не так уж и просто. Самым сложным является именно то, что найти рабочий рабочий Proxy, потому что без него не подключиться вообще никак. Плюс надо найти рабочую программу обхода для тех игр, которые имеют защиту от Proxy. Все, мы в принципе все получили. Пока что прокачку я показывать не буду, потому что нечем. Вот сейчас пройдем первый данжик. Это все будет довольно быстро, потому что первые данжики они проходятся очень быстро и в соло. Мы создаем новое пати. Я буду в одиночку, я буду проходить его на нормале. Вот выбираем его, тут никаких дополнительных условий нету, поэтому просто его выбираем, Private и создать пати. Вы можете спокойно играть со своими друзьями, но там особые настройки прокси нужны. Там нужно добавить пару дополнительных портов, чтобы не было проблем с зависаниями лагами. Потому что если вы играете все на одном прокси, то это еще не проблема, когда нормальные настройки. А когда вы подключаетесь к пати какого-то другого игрока, то это уже довольно печально все становится. Подожди, корабль, без меня не уплывать. Нормально, доджи работает. Погнали. основная боевая система, как я уже говорил, это правая-левая кнопка мыши, додж пробелом и в принципе комбинации правой-левой кнопкой мыши. Пойдемте смотреть, что тут как. Вот это в принципе такая аренка. Они все уникальны, все разные, но такс. Как вы видите, мы пока деремся с палениями. это все-таки тренировочный данж. Дальше в данжах можно будет ставить условия. То есть, допустим, вы поставите условие, что пройдете его за 5 минут или за 15 минут, или не получите вообще никакого урона при этом. Давайте возьмем труп и допустим понесем его куда-то. Ребят, давай, выходи. Не? Ну, ладно. Нет, так нет. Нас тут постепенно учат, видите, комбо-ударом нашего персонажа, но... Подожди, иди сюда. Я вот хочу тебя познакомить со стеной, например. И втоптала в стену. Ну, то есть, норм. Тут различное множество всяких захватов, перехватов и добиваний. Ну, вот, например, я бросил копье. Забава? Забава. То есть, развлекаться тут можно по полной программе. Можно подбирать оружие врагов, можно заниматься всяким разным непотребством с ихними телами. Но основным развлечением это является битва с боссами. Потому что боссы большие иногда могут дать таких люлей. что там уже приходится иногда даже исхитряться. Ну, чё? Иди сюда. Как видите, сверху у меня есть полоска жизни красная и под ней полоска стамена. Когда я бью просто, она не забирается. Когда я использую правую кнопку мыши или сильные атаки или спец какие-то атаки, или я допустим использую dodge или два раза нажимаю на V начинаю быстро бежать и у меня отнимается стамина. В принципе аналогично Dark Souls. Ничего особо странного тут и какого-то необычного нету. Но игрушка веселая, игрушка брутальная. А вот и первый босс полено dodge. сейчас я разберусь пожалуй с мелочью. у нее тут довольно длинный хороший dodge. Не то, что у бойца, которым я играл предыдущий, то есть я играл за мужчину дуала. У него был очень короткий dodge. отдыхай, отдыхай, отдыхай. Как видите они в принципе пока что очень 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 безвредны. Главное просто запоминать комбушки и все будет нормально в принципе. Вот и разлетелся первый тренировочный босс. Это в принципе манекен который вообще ни о чем. Давайте соберем вот то, чтобы с него повыпадали тут кристальчики. Сейчас мы соберем лут, который там понападал. Тут в принципе вещички падают довольно-таки редко, потому что в основе они даются либо за квесты, либо вы их крафтите сами. Но лвла набираются в принципе быстро, если вы только шляетесь по данжам. Ну то есть в принципе другого у вас как прокачки нету. Вот мы собираем вот планкс и копья для боя. Вот и в принципе все. Бой окончен. Мы сразу получили второй уровень. Как видите АП. АП это наш опыт, за который мы прокачиваем в принципе скиллы. Пока что у нас АП нету, потому что это был всего лишь тренировочный данжик. Сейчас мы сдадим квест и пойдем уже в нормальную. ну то есть он не сильно будет отличаться от бревен, но все-таки это уже будет более солидный данж. Можно там даже будет харду поставить, потому что ну в принципе нормал тут это это изи просто. Просто изи. По крайней мере вот первые данжи, которые проходятся просто в лед, не представляют вообще какой-либо сложности. вам главное разобраться какие комбинации у вашего персонажа в принципе есть и этого будет достаточно для того, чтобы нагибать. К сожалению открытого пвп или вообще какого-либо серьезного пвп тут нету, только вот небольшие такие аренки 5 на 5. То есть это даже аренками назвать сложно. Вы просто шляетесь по карте и режетесь. обещали ввести в скором времени именно аренки, где будет каждый сам за себя. Вот это интересно будет действительно. Но это по крайней мере все-таки обещание. И очень жалко, что блокируются айпишники со стран СНГ. Ладно хер с ним только Россию, но блять вообще зачем все страны СНГ? Вот такое печальное дело на самом деле. Ну одевай. Ну вот все молодец. Вот нам дали как видите первую одежку. В принципе бомжовская но шоу уж есть. победить ага победить еще одного босса. You will not receive gold on normal hard difficulty on normal hard difficulty то есть в принципе я не получу ничего если пройду на нормаль вы серьезно? ночью херово раз так. Ладушки оладушки запинаем чего вы переживаете ёпт ладно покажу вам все таки скиллы додж и простой удар который у меня к сожалению еще не прокачан к сожалению нет пока ап нужно быстренько пробежать данжик и тогда я вам покажу прокачку вот немножко изменился мой персонаж к сожалению вот оружие довольно таки не часто меняется приходится ее все таки либо где-то искать выбивать и крафтить либо заниматься всяким непотребством не обращайте внимание на то что они все в капюшонах они не так выглядят это просто для того чтобы не жрала производительность просто 78 уровень игрока не может выглядеть так убого если вот тут постоять то как вы видите персонажи начинают прогружаться вот например вот этот да 21 вот он уже прогрузился еще постоять еще прогрузиться то есть это в принципе все во имя того чтобы не нарушать производительность вашего компьютера к сожалению на этой игре довольно неплохая стоит защита от прокси файлов но но все таки обходы есть и я с ними играю главное найти реально хороший обход ставим hard в таком случае ага это на двух игроков а это нужно пройти за 5 минут ну в принципе я попробую alone я думаю это будет не сложно пройти за 5 минут текс 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 го сейчас надо где-то записать во сколько я начал чтобы они меня вдруг не наебали а то я потом буду говорить так я ж прошел ну вот грубо да я начал свое прохождение на 23 минуте да моей запись погнали то есть это где-то на 28 я должен закончить об об коленочку тебя Блин, что-то выпало Клосс выпал Клосс это у нас для крафта брони Для крафта каких-либо Вообще Частей В основном тут все визуалка То есть все делает Игру делает в первую очередь Ваш скилл Потому что если у вас нету скилла То все печально Так, вот еще понабегали Все довольно динамично Все довольно красиво И если бы эта игра Реально была бы в России Я бы в нее пилился Просто бы днями и ночами Потому что Она мне нравится Мне нравятся такого типа Вообще боевые системы Потому что они хорошо выглядят Хорошо играются Если бы реально Сделали просто ровнее Действительно Тот же панзар Я бы любил и панзар Потому что Потому что эта игрушка Все-таки очень интересна Но На нет и суда нет Как говорится Все-таки Не сделали Так не сделали Че Будем искать что-то другое Что-то на замену Но нам к сожалению Нужно еще победить Этого чертового босса Или это самого босса Нужно убить за 5 минут Или сам данж Пройти за 5 минут Вот это я что-то Не совсем уяснил Так ладно Погнали Похоже это босса Победить за 5 минут Ну босса-то Это победить Не сложно Игрушка сделана Кстати забыл сказать На движке Сурса Поэтому Разрушаемость Действительно хорошая Да и выглядит она Довольно таки Неплохо Туда Че это все Все развалились Ну ок Босс Хочу босса А ты все еще живой Скотина Тут можно использовать Буквально Вот все предметы Как оружие Сейчас я вам даже Это продемонстрирую Ну давай Не херня Меня избивают Какие-то Зеленые шары Просто замечательно С вас ничего Не повыпадало Печаль Тоска Это у нас Небольшая секретка О, босс появился Он типа не особо страшный Но Просто неприятный Тут вообще Боссов сложно Назвать Какими-то Опасными Жестокими Животными Но все-таки Они тут Таковыми Являются На Я пожалуй Доджанось Чтоб ты Блин Это плохо Я промазал На, у тебя еще копье И надеюсь Я тебя запинаю Скотина Батл фейлд Я проиграл Я проиграл Я знал Что не надо было Отвлекаться На тех Конченых Вот блин Ну-ка Сейчас Быстренько Туда Ну вот Мы в принципе Подбираемся Уже к тому месту Блин Это все-таки Харда Черт возьми Я как-то забыл О том Что я все-таки Поставил Уровень Сложности Хард Поэтому тут Все активно Надо делать Без глупостей Без тупостей Без гибель Продолжение следует... Ты чё, блин? Ну вот и всё, как вы видите. Размотал я там его... Ну вот, за две с половиной минуты. Так что, в принципе, это весь данж, получается, надо пройти за отведённое время. Это довольно-таки непросто. Да-да ладно. В любом случае, на харде вы получаете больше всяких материалов, больше всего. Ну вот, я всё собрал. Давайте мне сюда уже отчёт. Потому как я уже всё сделал. И хочу покинуть себе и замечательное место. Да, Complete Missions. Четвёртый уровень. Всё, 30 за выполнение. Плюс, ещё бонус в том, что я прошёл это на харде. Ну как тут харда, в принципе? Как вы поняли, да? Ну то есть, просто хард заключается в том, что у них становится больше жизни, они становятся немножко умнее, да? По сложности это, в принципе, по сложности именно прохождения, это вообще не составляет никаких проблем. А вот при выполнении каких-то условий, там, допустим, пройти за 5 минут, или же убить там одной комбинацией более 6 противников, ну, есть такие заморочки прям, которые... Эти данжи вы можете проходить бесконечное количество раз, но максимальный уровень сложности откроется, по-моему, там, на 50-м или на 70-м уровне. 90-й, по-моему, это край. Или 80-й это край. Это где-то в этом районе, потому что я уже видел 77-х, 76-х уровней. То есть, в принципе, такое дело. Качаться тут можно довольно-таки долго, но всё-таки. Оно иногда-то всё-таки надоедает, понимаете? Вот. А именно учитывая то, насколько хороша тут сделана боевая система, и насколько, ну, вообще это чувствуется, игрушка хороша. Игрушка нравится. Единственная проблема в том, что для того, чтобы в неё поиграть, нужен прокси-сервер. Хороший прокси-сервер. Вот можно изучить вот это, там можно прокачать додж. Ну, типа, давайте атаку замаксим. Или всё-таки додж. Давайте всё-таки додж. Шторм-степ. Окей. Вот мы, в принципе, видите, заработали там 30 АП, и вот прокачали скил. Ещё 30 АП нам нужно вот на этот скил, например. Скиллов тут, мягко скажем, немерено. Но, как видите, мой персонаж может орудовать двумя мечами и двумя ствойными ножами, что ли. Мечи так это ладно, это понятно. А вот это, наверное, какие-то... Не знаю, может, кастеты у Блудсикера, что-то вроде. Тут много всего. Тут, в принципе, есть крафт, есть вот так... Ну, вот скиллы, как прокачиваются, я вам уже показал. Есть вот такая вот аренка ПВП. Тут мы можем пойти... А, уже добавили Deathmatch. Заебись. Вот тут, правда, только с 40-го уровня. Аренки. Аренки это про то, что я вам рассказывал. И Savagematch... Мэтч... Это что-то... Что-то... А, нет, подождите. Savagematch... Это то, что я играл. Это, в принципе, сражение 5 на 5. Deathmatch... Это ПВП. Каждый сам себя. А вот аренок я еще не видел. Хорошо. Замечательно. Значит, уже ввели и аренки. Суперски. Такс. Хорошо. С этим, в принципе, мы покончили. Я так подозреваю. Нам открылся еще один данжик на убийство еще одного хомячка. Я, насколько помню, дошел до вот этих вот двух. Да-да-да, ревенж. Но это было довольно-таки непросто. Там мне приходилось уже брать в напарники. Я там патьку искал. Потому что это было довольно-таки непросто. Хотя я старался тогда на харде его проходить. Поэтому хз, хз. Что надо сделать-то? Что-то предлагают все-таки здесь. Ну давайте посмотрим. Поспрашиваем, что-то. Ага, новый квест ты мне даешь. Ну давай, давай, давай. Шапочка. Это ты мне уже отдал шапочку, да? Или я уже ее даже одел. Походу, уже даже ее и одел. Вуден стаф. Так, это я повыбивал стафы на харде. Получается, это на иве стафы. К сожалению, не мечи, но да ладно. Что уж есть, то уж есть. Можно будет в любом случае продать. И поздравляю, пятый уровень. Сколько я уже играю? 36 минут. Ну, на записи, да? Если бы я первый раз не зафейлил. Или пошел бы даже на нормали. 36 минут. Уже получаете уровень. В принципе, все норма. Так, трейд. Чем ты у нас торгуешь, товарищ? Копьями торгуют. Полторы штуки за копье. Твинкс Вордс. 4 тысячи. Ты хочешь за эту штуку, да? А на какой это уровень? Вроде не пишет. Поэтому, значит, она мне подходит. Хорошо. В принципе, это неплохо. На 4 тысячи. Учитывая то, что у меня всего лишь 25 монет. Это многовастенько. Че ты хочешь? Сель Оль. Это мы оставим для крафта. Это мы оставим для крафта. То есть, это уже надето. Ну ладно. Теперь давайте-ка пойдем посмотрим, как выглядит крафт. Точнее, я уже смотрел. Я покажу это просто вам. Наверняка я сейчас ничего скрафтить не смогу, но все-таки. Так. Кошечка, ты мне даешь какой-то квест? Да, судя по всему, даешь. Аватар шоу. Ага. Такие дела, да? Ладно. Вот тут у нас находится кузница. Тут мы можем создать себе что-то. К сожалению, пока создавать мечи я себе не умею. Но вот у нас есть такая вот штука, которая требует очень и очень многих затратов. В принципе, да. Но это все выбивается в данжиках. По ходу нашего прохождения мы будем получать и руду, и все это. Иногда даже, может быть, придется пройти даже по нескольку раз. Но в любом случае это все выбивается игровым путем. Донат присущий этой игре, но купить палку-нагибачку тут нельзя. То есть, в принципе, все, что вы сможете купить вот именно в магазине... Где он тут, мать его ёб? Да. Вот именно в этом магазине вы сможете лишь баф на опыт. То есть, вы будете получать больше опыта. Вы можете купить здесь питомца, который будет с вами бегать. Ну, помогать вам немножечко. И расширение инвентаря. Ну, всякие камни тоже в ваше оружие. Или это камни на экспириенс? А, ну это на экспириенс все. Да, то есть, в принципе, такие приблуды, которые прям уж богом-нагибатором вас в этой игре не сделают. Такие дела. Ваше оружие, ваши предметы, они все ломаются. То есть, периодически придется их чинить. Но чинить их придется только в том случае, если вы умрете. Все. Здесь можно зачаровывать ваше оружие. Например. Что ты делаешь? Прекратини медали. Ах, ну да, ну да. Я же забыл, что у меня пока что просто дерьмовое просто самое, что не есть оружие. Начальное даже. Что ты можешь мне втрейдать? Трейдать. Ты можешь нормальные мне мечи. За три тысячи. Сука. Ну ладно, чё. Вот так, в принципе, выглядит крафт, торговля. Сам этот, как вы видите, городочек. Довольно-таки небольшой. То есть, торговая площадь, различные лавочки, сторы. Где тут все можно купить, то, что вам нужно. И отправиться дальше в Освоясе. По своим же данжикам, по своим заданиям, по своим делам. Для кого-то может это показаться очень скучным занятием, но боевая система, добивание и вот кровь, кишки, ломание об колено всех, разломывание голов, разрубание противников. Это, по-моему, очень даже интересно. Так, чего? Опять же, надо на харде пройти. Я не помню, насколько силен этот петушок. Но все-таки. До белого лучника, там, вообще проходится без проблем в соло, вообще с закрытыми глазами, можно даже сказать. Таким образом, мы просто набираем квесты и идем их выполнять. Все. Крафт. Тут можно скрафтить кожу. И копья. Это все. А продаешь ты что? Продаешь ты, в принципе, ничего нужно. Могу я тебе продать вот это? Вроде могу. Подожди, а что это все переводится мне в экспириенс, что ли? Секундочку. Я вот, допустим, entry bottle 8743. Ну, а куда же этот интересный мне добавляется? Хэзээ. На самом деле, хэзээ. Ну да ладно. В этом еще стоит разбираться. Вот такая вот, дорогие друзья, игрушка. Это виндиктус. Для тех, повторюсь, кому интересно, в нее просто так не поиграешь. То есть, это нужно подключаться через прокси файл. Я играю сейчас на... Не на европейском, а на американском сервере, потому что мне так удобней. Потому что на американские сервера мне попались много хороших прокси. Вот, которые стабильно работают, с нормальным пингом. Я сюда захожу. И пока тут не вылетало. То есть, в принципе, все в порядке. Можно с этим играть. Можно играть даже не парясь. Не вспоминая о том, что вы все-таки не совсем честно играете. Но если вы найдете рабочий, хороший прокси, у вас проблем с подключением в эту игру не будет. С вами был Марс, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых видео. Всем пока.